Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Эти ручки на моем канале вы уже видели. Здесь у нас была проблема с вот этим вот средним пальчиком. На нем был анихолизис. Мы его прекраснейшим образом срастили. Все хорошо. На это у нас ушло не так много времени. Два месяца мы управились. Ноготочек у нас прирос практически полностью. Там совсем немножечко осталось. Но клиентка сорвала себе безымянный палец. Сорвала в хлам. Просто там совсем тоненькая пленочка. Чего-то там вроде бы растет. Но выглядит это, конечно, жутко, кошмарно, ужасно. Матрикса, кстати, тоже как бы не видно. Если на среднем пальце мы снимали отвалившийся ноготочек, и у нас прям видно было, где матрикс, где у нас образовывается новый свежий ноготочек, то здесь кроме пленочки ничего нет. Мы зачищаем здесь ногтевое ложе для того, чтобы эта пленочка, которая вроде бы намеревается где-то там у нас вырасти, чтобы она могла прирасти к ложу и опять же не дать отслоения от ногтевого ложа, то есть не дать онихолизис. Поэтому фрезой очень мягкими движениями. Это может выглядеть со стороны очень страшно, но на самом деле движения невесомые, практически не касаясь поверхности. Я убираю чешуйки отмершей кожи сначала грубой фрезой, потом пройдемся мягенькой, меленькой, чтобы все это зашлифовать. На среднем пальчике мы убираем свободный край, который еще не прирос к ногтевому ложу. И у нас уже к следующей коррекции будет все идеальненько. Здесь мы уже можем нарастить новый ноготочек. Под видео с работой с этой клиенткой было много комментариев по поводу зачем такую длину на такие пальцы. Девочки, честно, я сама не знаю, зачем такую длину на такие пальцы. Я три дня, я очень долго уговаривала клиентку с тем, что ей не надо делать такую длину. Если делать длинные ногти, как она хочет, то хотя бы облегчить конструкцию и сделать что-то тоненькое, зауженное. Облегченное, то есть стилет, миндаль, пайпообразную форму, что угодно. Только не квадрат, потому что квадрат это самая тяжелая форма для носки. У него самый тяжелый свободный край. Там больше всего материала на свободном крае расположено. И он всегда тянет с поверхности ногтевой пластины материал, за которым он держится. А здесь, как мы видим, и ногтевая пластина, ну, так себе, скажем, да, очень так себе. Поэтому здесь, в принципе, тянуть нечего. И поэтому у клиентки получается, что у нее ногти ломаются, не просто ломаются ногти, а вырываются нахрен со своими пальцами. Это все я ей объясняла. Это все я ей рассказывала. Это все я ей показывала. Я пыталась что-то с этим сделать. Но, к сожалению, как бы я не настаивала, что бы я не говорила, ничего у меня не получилось. Мы же тем временем подготавливаем ноготочки к моделированию. Пока мы их подготавливаем. И идет пояснительная беседа, что так и так. Ты же посмотри. Ну, смотри, какое у тебя ногтевое ложе. Ну, оно же не блещет. Ну, оно же совсем маленькое. Ну, форма квадрата это тяжело. Давай делать коротенький квадрат. Давай делать вообще в принципе не квадрат. Давай делать не белый френч, пожалуйста. Не беси меня белым френчем, грубо говоря. Девочки, ну, серьезно. Я не получила удовольствия от этой работы никакого. Во-первых, я прекрасно понимаю, что этого делать нельзя. Нельзя делать такую длину на такую форму. Вот у нас один квадрат. Вот у нас рядышком второй пальчик такой же твой. Только на нем мы немножечко все это безобразие соберем. Все то же самое. Микс. Вот сравниваем. Вот этот же будет тоньше и красивее. И мы сделаем все то же самое. Сделаем такой же ровненький квадратик. Сделаем на нем зауженные вот эти вот бачка. И сделаем вот так вот скос под 45 градусов. С вот этой стороны у тебя будет вообще секс. Просто секс с углами потрясающий. А вот с этой стороны у тебя будет такой слегка зауженный, ну, такой миндалик. Мне нравится, правда. Это очень красиво. Это вот очень красиво. Мне вот этот нравится. Какая ты вообще вредная. Ну, ты же капец какой-то. Просто жесть. Ну, а почему, если у меня такие... Ну, потому что я тебе предлагаю... Блин, ты не понимаешь, от чего ты отказываешься. Это очень красиво. Твои руки... Нет, твои руки, они будут вообще прям... Прям я тебе говорю. Все будут слюни пускать. Френчик у тебя. Белый. Белый, да. Не записывайся ко мне больше никогда. Все. Итак, все пояснительные моменты прошли мимо. Ничего у меня не получилось. Все, что я рассказывала, было в никуда. Поэтому мы делаем квадрат выкладной белый френч. И больше не записываем эту клиентку, да. Больше я эту клиентку к себе записывать не буду, потому что мне неинтересно работать с такими руками. Я считаю, что это неправильно. Я как мастер делаю неправильно. Я не могу так делать. Мне нельзя так делать. Нельзя делать такие длинные квадраты на такую форму ногтевой пластины. Это категорически нет. Поэтому пускай делает тот мастер, который может на себя взять такую ответственность. Я, к сожалению, такую ответственность на себя взять не могу. И кто-то может сказать, клиент всегда прав, вам за это платят деньги. Девочки, я работаю не за деньги. И в первую очередь я работаю за удовольствие. Мне моя работа приносит удовольствие в первую очередь. Мне не важно, сколько она приносит денег. Поэтому я хочу работать так, чтобы мне нравился конечный результат, чтобы я была уверена в конечном результате, чтобы я была уверена в том, что я сделала правильно, и все, что от меня зависело, я тоже сделала. Поэтому я хочу работать только в таком виде. Если я не могу с этим человеком в таком виде работать, я не буду работать с этим человеком. Сейчас, конечно же, на меня полетят тапки в комментариях. Жду, готовлюсь их принимать. Но это моя позиция. Я принципиально, ну я в принципе всегда так работала. Как только мне работа перестает доставлять удовольствие, я меняю работу. Ну а вернемся к сути происходящего. Итак, мы подставили бумажные шаблоны, выложили квадрат, квадрат выложили, длинный квадрат выложили. На среднем пальце мы, кстати, на этом слегка не доложили. Для длины он получился короче, чем все остальные. И поэтому длину дальнейшую мы будем вытаскивать при помощи белого акрилатика. На воздух довесим немножечко материала, чтобы потянуть на себя немножко длины. Выкладываем удлинение. Опять же, мне не нравится такое удлинение. Мне не нравится такая форма удлинения. Оно слишком длинное. Оно опять же превращает руки в какие-то инопланетянские руки. Таких рук не бывает. Я бы удлинение сделала покороче. Даже с моей любовью к сумасшедшему сам, я бы все равно сделала удлинение покороче. Но тем не менее, опять же, идем на поводу у клиента. Этого нельзя делать, но мы делаем. Да, мы идем на поводу у клиента. Выпиливаем то, как нравится клиенту. Пускай он с этим делает дальше, что хочет. Встык к удлинению. Улыбку мы опилили. Встык к удлинению выкладываем белый кончик. А пиливаем на черновой при помощи фрезы. Допиливаем пилкой. Нет, на самом деле, квадраты получились красивые. Если брать работы, те, которые квадраты фотографируются на фотографию, в качестве красивого квадрата, они в два раза тоньше. Но они менее носибельные. То есть, если мы говорим о носибельных ногтях, здесь нам необходимо поднять высоту апекса, сделать более толстенькую, более высокенькую высоту апекса, для того, чтобы уравновесить свободный край и ногтевое ложе. Поэтому квадрат для жизни, он выглядит немножечко повыше. Если бы я делала квадрат для фотографии, тоненький, красивенький, наинтончайший, то на эту длину он смотрелся бы тоже замечательно. Но поскольку с этими квадратами нам нужно ходить и нам нужно жить, я подняла апекс, я сделала их потолще, и выглядит это в конечном этапе грубовато. Не потому, что я сделала что-то неправильно, а потому что, в принципе, салонный квадрат на такую длину, это грубо. Ну, блин, ну это не очень симпатично это все выглядит, хотя, видите, находятся любители. На эту бы длину я бы сделала что-то типа балерины, что-то типа пайпа, что-то типа эджа, что угодно, но только не четкий ровный квадрат. В общем, все эмоции по этому поводу я на вас выплеснула, мне полегчало, честно. Честно, я не знала, буду ли я выставлять эти руки. Я долго не хотела их монтировать, я вообще в принципе не хотела их монтировать, потому что мне не нравится то, что получилось. Я ненавижу белый фринч, я ненавижу такие длинные квадраты, я в принципе ненавижу такие длинные квадраты, поэтому мне не нравится, я не хотела вам показывать, но я считаю, что здесь есть кое-что интересное, на что стоило бы обратить внимание, и мне есть что по этому поводу сказать. Поэтому, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно, полезно. Встретимся на канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok